А теперь к российскому ноу-хау. Кировчанин Александр Зубарев разработал метод, который позволяет прямо с рождения определить способности человека, а также его предрасположенность к различным заболеваниям. Для этого достаточно взять отпечатки пальцев. Кандидат в мастера спорта на дистанции 400 метров Дмитрий Штаб в своем выборе почти не сомневается, разве что чуть-чуть. Не могу не усидчив, я должен быть постоянно в движении, постоянно с кем-то беседовать, постоянно находиться в какой-то компании, потому что в одиночку я не могу. С таким характером прямая дорога в командные виды спорта или бизнес, но и выбор Димы в пользу бега тест также одобрил. В том, что на смену интуиции скоро придут компьютеры, уверен кировчанин Александр Зубарев, автор специальной программы, которая по отпечаткам пальцев анализирует предрасположенность человека к той или иной профессии. Метод основан на том, что отпечатки это проекция нервной системы на коже, а она формируется еще в утробе. Так что станет ребенок артистом или донтистом, можно понять уже в первые месяцы жизни. В прошлом году этот проект признали лучшим на инновационном форуме Селигер. Само по себе это открытие далеко не ново, но именно Александр впервые в России нашел алгоритм, позволяющий быстро сформировать базу данных и начать массовое тестирование всех желающих. Там очень много данных, то есть если брать конкретно по направлениям, то в спорте это минимум кандидаты в мастера спорта. Если брать по учебе, то это лучшие учащиеся профильных классов. Если брать по разделу здоровья, то это хронические больные. Оказывается, тысячи выдающихся пловцов, боксеров, инженеров, музыкантов или менеджеров имеют схожие отпечатки. Сравнение с элитными узорами и выдаст всю подноготную. Если в рисунке преобладают простые линии, то из человека скорее выйдет толк в спорте. Если узоры сложные, он потенциально интеллектуал. Всего можно выделить три основных узора. Дуга, петля или завиток. Дуга напоминает волну, петля – заброшенный аркан, а завиток похож на водоворот. Современная дерматоглифика выделяет до 40 подтипов узоров, которые являются комбинациями основных. Сегодня в базе данных более 6 тысяч результатов, и она постоянно пополняется. Создатели уверены, такой психологический паспорт будет полезен не только будущему олимпийца, но и любому человеку, например, при устройстве на работу. Биометрическое тестирование немало важно для руководителей предприятий. То есть его вообще можно прикладывать к резюме. Потому что руководитель зачастую тоже видит хорошего парня, говорит, все, карьера ему обеспечена, он у меня менеджером будет. А он прекрасный аналитик, может быть. То есть его в другой отдел посади в отдельный кабинет. А вот так в детском саду Златоуста выявляют тех самых будущих менеджеров или аналитиков. Екатерина одна из первых решила подсмотреть будущее дочери. Я признаю то, что ее надо в конкретных рамках придерживаться. Нельзя и сильно подавлять, и сильно расслаблять нельзя. Чтобы не была сильно она у меня эгоистичным ребенком. Потому что у нас очень высокий эгоизм. Конечно, профессию детского психолога биометрическое сканирование не похоронит. Но данных для более точного анализа личности ребенка станет больше. В нашей работе, я так думаю, что это нам очень-очень поможет именно раскрыть способности ребенка. И направить его в нужное русло, для того, чтобы, может быть, кто-то у нас здесь есть чемпионы, спортсмены в будущем, а мы об этом не знаем. Еще в середине прошлого века американские исследователи высказали предположение, что по количеству и форме петлей можно судить о предрасположенности к заболеваниям. Ученые Челябинской медакадемии исследовали тысячи отпечатков пациентов с сахарным диабетом, чтобы обнаружить их взаимосвязь. Но вердикт челябинских ученых оказался суров. Говорить можно только о предрасположенности. Мы выявляем комплекс признаков, и он у нас не является абсолютно диагностическим. Почему мы? Как дополнительный метод, как вспомогательный метод мы применяем, соответственно, драматоглифику, потому что нельзя указать на какой-то конкретный признак, соответственно, и сказать, что он отвечает на наших отпечатках за какое-либо заболевание. То есть это у нас серьезный комплекс. Это, опять-таки, еще оценка происходит вероятностная. А вот что касается выбора профессии с помощью новой программы, психологи уверены, среда, в которой находится ребенок, влияет намного сильнее, чем генетическая предрасположенность. 8% погрешности, которую допускают разработчики, это и есть отпечаток социума, за которым, возможно, скрывается истинное призвание. Валерий Филимонов, Алексей Нагибин, Влад Крысов. Специально для программы «Пульс». Вот о чем я подумал, посмотрев этот замечательный сюжет. Мы заглянули вглубь клетки, мы освоили космические пространства, опустились на дно океанских впадин, но мы так мало знаем о себе самих. А именно с осознания того, кто ты, начинается путь гармоничный, счастливый, и, не побоюсь этого слова, здоровой жизни. Не ленитесь узнавать о себе побольше, а для этого не забывайте регулярно следить за пульсом. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok